Алло. Отель Минарбат, здравствуйте. Да, да, добрый вечер. Светлана, да. Нет, это отель, вы в отель звоните? Не, я Светлана. Да, да, в отель. Улица Адмирала Фокина, правильно? 8Б, да. 8Б, да. Да я так вот прилетела сейчас с Москвы здесь расслабиться. На два дня можно, да, забронировать? Так, сейчас посмотрим. Остался только большой семейный номер с двумя двуспальными кроватями. Стоимость его будет 4500 рублей в сутки. А, я пончик. Я пончик, понимаете, я пончик. Есть там у вас? Кто? Я пончик. Ну, там, в Японии, в Японии рядом, я пончик. Я пончик для меня, для Светы. Это что такое, я пончик? Ну, я пончик, мужчина для меня, для Светланы. Не поняла вас. Ну, мужчина есть я пончик для меня или нет? Я пончик. Что-ка, китаянец, китаянец. Китаянец? Ну, я поняла. Брагировать или без япончика нет? Да, китаянчик есть. У нас пока только граница с Китаем открыта. А, я поняла. Ну, ладно. Тогда япончика нету, да? Нету, к сожалению. Сами ищем. Не хватает. Ага. Ну, хорошо. Ладненько, тогда я перезвоню. Сейчас позвоню. До свидания вам. До свидания. До свидания. Япончиков не хватает. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час. Ну, то есть 24 раза за сутки. И попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И всё это на халяву. Можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winter Blade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15 квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем 60 задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. БЕСПЛАТНО. Всё это добро продлится только эту зиму. Поэтому ссылочку я оставлю снизу. Так же, как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по кс-2 и фармить зимнюю операцию. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Валера Бондаренко номер забронировать. Запишите. Надо забронировать, либо у вас уже есть бронирование? Надо, чтобы вы мне вот это вот сделали, самое люксовое условие, потому что я с Москвы прилетаю. На какие даты вы приезжаете? Значит, сегодня, завтра и послезавтра три дня отдыхать. А там как попрёт. Так, одну секунду. Да. Смотрите, мы можем предложить номер категории, самый большой у нас это номер категории люкс. Он идёт двухкомнатный. Стоимость за сутки будет составлять 10 тысяч 120 рублей. Да, да. Это ж нормально, это центр же, правильно я понимаю? Ну, у нас в принципе центральная часть города. Да, да, да. Я просто у вас когда-то не был, поэтому хотелось бы побывать. Хорошо. Мне просто, я тут с девчонкой познакомился, да, друг вокруг, Лиза. Лиза зовут, красавица такая. Так я же думаю, сейчас приеду, да, понял? Ну, типа, раз-раз, туда-сюда, и типа, хопа, и в дамки её, понял, да? Вот, так вот, на три дня. Подскажите, мы бронируем с четвёртого по седьмое, всё верно пока? Да, да, да. Так, на Бандаренко, Валерий, верно? Валера Бандаренко, у нас будет твой Лиза Бандаренко. Да, расслабляться. Так у вас на двоих гостей или на одного гостя? На двоих, чтобы кровать была одна на двоих, большая, ортопедическая. Троходром. Ну, у нас стандартная кровать, у нас не ортопедическая. Не, ну, троходром или так вот, просто? Ну, простите, я не могу ответить на этот вопрос. Это уже на ваше усмотрение. Я понял. Мне главное, чтобы мягенько было, так сказать, расслабиться. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладенько. Смотрите, тогда стоимость будет составлять на двоих гостей 11770 за сутки. Не, я понимаю. Подскажите, пожалуйста. Ещё что-нибудь по люксу, чтобы люкс максимальный люкс был. Ну, у нас вот категория люкс, это самая максимальная. Если вы хотите что-то по люксове, можете обратиться к нашим коллегам. В Гранд Тетель и СПА. Там есть другие категории номеров. Ну, там, мать и СПА, не СПА. Там, как говорится, у нас даже время на это не будет, потому что мы с кровати не будем вылазить. Ну, понимаете, да. Вас как зовут-то? Меня зовут Алексей. Алёша, ну вот, Алёшка, Лёшенька, смотри, вот у нас время не будет, чтобы вылазить из кровати, понимаете? Бухло хоть приносят в номер или нет? Подскажите ваш контактный номер для связи. Я говорю, выпивку приносят хоть в номер или нет, Лёш? Рум-сервис работает, но он работает до 12 ночи. До 12. Ну, как раз мы до 12 наебенемся, а потом всю ночь будем аттракционы, так сказать. Шумоизоляция там нормальная? Нормальная. Хорошо. Мы там, Лёшенька, немножко пошумим, но ничего, да? Контактный номер подскажите, чтобы закончить бронирование. Да, да, да. Плюс семь девять два девять. Угу. Один четыре две восьмёрки. Угу. Валера Бондаренко. Это ваш контактный телефон такой? Вы не сказали. Чего? Ну, я ж вам диктую, а вы чё? Ну, вы сказали восемьдесят двадцать четыре, один четыре, восемь восемь. Ещё к цифру будут? Что вы не досказали? Ну, две двойки ещё. Так, восемьдесят двадцать девять. Да, да. Четырнадцать, восемьдесят восемь, двадцать два. Да ты шо-то там такая, у неё там, о-о-о, да ты шо, там такая заюха в этом. Бронирование сделали на Бондаренко Валерий с четвёртого по седьмое число, номер категории люкс. Я говорю, на друг вокруг познакомился, там такая сидела, мадонна. Ага. Ну, ты понял, Ноша, да. Смотрите, стандартное время заселения будет двух часов дня. Заселение будет идти на ресепшене. Потребуются паспорта гостей. Кто будет проживать? Не, а если я без паспорта буду? Без паспорта они не засели. А не, а если у неё будет, Лиза, Лиза? Ну, тоже паспорт потребуется. Не, один, да, пойдёт, Паша, я свой не буду брать. Нет, два паспорта. Два паспорта. А, два паспорта. Ну, тогда я понял. Ну, у меня будет на другое тогда имя, а не Валера, ничего. Ну, хорошо, тогда просто бронирование предварительно сделано. Ну, я понял. Если вы до двенадцати не заедете, мы его отменим. Ага, так, это вот. Да не, я просто, говорю, познакомился с сайтом, друг вокруг, там такая сидела. Я говорю, Ляд, а ты что? Говорю, приеду сейчас это самое, попробуем на всю ночку пошуметь. Фу-фу-фу. Понял, Лёш, да? Отдохнуть, расслабиться. Всё, тогда мы бронирование сделали. С двух часов заезд, при себе иметь паспорта и заселим. Лёш, Лёш, ты давай не торопись события. Ты мне недорассказал, какие услуги вообще входят, вот этот номер-то. Ну, в проживание будут включены завтраки. Завтраки проходят в формате шведской линии с шести до одиннадцати. А, в номер, в номер, Лёш. В номер что-то похавать, в номер принесут нам? Ну, рум-сервис, да, работает. То есть, если вы будете заказывать, оплачивать по факту, когда вам принесут. Нет, нет, у меня Лизуха, она винсо любит. Винсо есть у вас в Белике? Ну, я вам ещё раз повторяю. Вы заказываете, вам приносят, вы оплачиваете. Это называется рум-сервис. Хорошо, а презервативы в холодильнике держат? Нету, нету. Ладно, я свои. Это уже ваше усмотрение. Я свои тогда возьму, у меня есть. Ой, сколько. Ну, хорошо, Лёша, ты давай не серчай там. Готовься, там чуть-чуть шумненько будет на три денька. У вас там чуть-чуть, как говорится. Если будете шуметь, мы с охраны придём. И если вы будете надоедать другим гостям, мы вправе будем вас выселить. Лёша, ты не серчай, немножко пошумим вас. Я вам просто правило объясняю. Если вы будете мешать, подойдёт руководство и вправе вас выселить. Если вы будете мешать другим гостям. Так, а мы так, чисто у нас стоны только будут. А, 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 вот эти вот, понял, да, по-молодецки. Ну, имейте в виду, вас уже предупредили. Лёш, не серчай, давай, чё ты начинаешь? Нормально всё будет. Вот, немножко пошумим три денька, а потом разъедемся. Чё? Ваше бронирование я закончил, поэтому с двух часов дня заезд идёт у вас. Ну, я понял, Лёш. Ты сейчас за это самое звякни, и я тебе тоже девочку притащу какую-нибудь. Всё, всего доброго. До свидания. Всё, сейчас подъеду. Да. Шо, шо, шо. Отель заходил, здравствуйте. Здравствуйте, извините, вы пёрнули? Я сейчас услышал, вы как трубку взяли, перданули, да? Зараза, а. Прям навалило перед взятием трубки. Добрый вечер, номера на Садово Кристина. Кристина, добрый вечер. Извините за беспокойство. В столь позднее время наверняка вам, наверное, уже хочется спать, да? Я понимаю прекрасно, сам работал в ночную смену на заводе. На токарном станке занимался, понял ли? Это самовытачивал фигурки этого высшего, скажем, инженерного пилотажа. Вот. Вы мне скажите, пожалуйста, вас как хоть зовут? Меня зовут Кристина. А, Кристина, скажите, пожалуйста, вы меня уж правильно не поймите, да? Мне 54 года. Вот я сразу вот, когда вас услышал, я понял, что вы человек очень доброй, скажем, души, да? И можете помочь мне, потому что у меня действительно очень важно к вам такое. Ну, скажем честно, в общем сказать, можно прийти к вам посрать? Думаю, не получится. Да я так, ненадолго зайду, дрестану-то, уйду. Я-то гулял по Питеру, что там, при гадость. Оно что-то ходит, проверяет, нигде, ничего, никак. Это я чисто зайду, пока какой-то поеду дальше. Можно? Думаю, нет. Кристина, ну, пожалуйста, ну выручите пенсионера, а? Ну, устал, ходил, гулял. Не понял. Спасибо, доброго. Посрать хочу. Чё, блядь. Гости, бар, доброе утро. Доброе утречко, здравствуйте. Что ещё раз? Я говорю, здравствуйте. Это в гости бар, да? Да. Я по поводу, вот, был у вас недавно, да, сегодня так же хочу приехать. Вот, сколько у нас ещё времени до закрытия сегодня? Мы работаем круглосуточно. Я это знаю прекрасно. У нас дело в том, что сейчас по музыкальной составляющей есть вопросы к вам, да. Мне бы хотелось администратора услышать. Я с вами разговариваю. Да, здравствуйте, вас как зовут? Инна. Инна, Инна, Инна. Япончик. Хорошо, меня зовут Валера, да. Я являюсь вашим, так скажем, ну, посетителем, давайте так это называть. Я по поводу песни МС Батуа. МС Батуа, вот. Значит, утренняя полюция, да, и группа МС Батуа именно я представляю, да, потому что я смотрю в вашем музыкальном репертуаре, нет такого рэп-исполнителя, как МС Батуа. А почему вопрос интересный, да? Алло. Я вас слушаю, я не понимаю вопроса. А, Инна, Инна, Инночка, я вас тоже прекрасно слушаю. Дело в том, что я же вам задал вопрос, да, по поводу МС Батуа. Я вопрос не совсем поняла. Смотрите, значит, вот мне 54 года, вы поймите меня правильно, выслушайте до конца, не обессудьте, да. Я ваш являюсь постоянный посетитель, да, вот, по поводу песни МС Батуа «Нежный вайп». Вот, вот этой песни почему-то в вашем репертуаре я не слышал в баре, и меня это, скажем, ну, вкрасно, да, просто по малости, то есть не впечатлило то, что вы этого не сделали. Хорошо, вопрос-ответ. Ладийка, по поводу пиццы, да, пицца у вас, еще вопрос есть по поводу вашей пиццы, вашей кухни конкретно. А есть у вас пицца, правильно? Да. Есть, есть пицца у вас. Дело в том, что вот я у вас был на днях, пицца у вас с каким-то странным соусом была. Какой-то новый соус. А что за пицца была? Мезеротти. Какая? Мазерати. Ну, это, мацерата. Ну, вот это, 4 сыра. У нас нет такой пиццы. 4 сыра, или как она? Ну, сыр там. Сырная, сырная. Есть такая мацони? 4 сыра, да. Да, да. Вот, вот это вот пицца у вас. Дело в том, что она иначе. Вот, значит, соус какой-то был непонятный. То ли новый соус какой-то у вас шеф-повар добавил, то ли я что-то не понял, дорогая моя. Такое чувство, как будто мужское семя попало прям на пиццу, ну, на изделие из пиццы. Возможно ли это? Невозможно. Вы уж меня простите, давайте выясним. Раз вы администратор, давайте уже выясним такой момент. Никто не жаловался. Никто не жаловался, я прекрасно. Ну, видимо, в момент, когда я заказал 4 сыра, Инна, Инна, вот, у меня был вот этот вот моментик такой неприятный. Да, по поводу МС Батуа тоже вопрос был задан, ответ не получен. Соус, может быть, есть какая-то информация от шеф-повара вашего заведения, да, может, он какую-то предоставил информацию по поводу нового соуса, вот. Есть что у нас, какая-то информация для меня, чтобы я услышал вас. Просто вы молчите такое чувство, как будто вы меня боитесь. Давайте пообщаемся, чего уж. Я ваш посетитель, я ваш клиент, я очень ваше заведение, скажем, люблю. Вы, как администратор, пожалуйста, ответьте на вы конкретные вопросы. Пожалуйста, Инна. Ну, к сожалению, по поводу того, что вам показалось, что у вас в пицце было мужское семя, я ничего ответить не могу. Не, ну, такое чувство... Это очень странно. Гости никогда не снижал. Я вас понимаю, Инна. Нет, такое чувство, что, может быть, просто шеф-повар, не знаю, со своей женщиной, там, что-то там где-то как-то, и дело в том, что кончанул... У нас один повар смену. Вот, кончанул на пиццу. Ну, возможно, это невозможно, не знаю. Нет, кончанул на пиццу он не мог. Чел кончанул на пиццу, и мне вот за стол вот это принесли, вот это изделие, скажем так, да. Тр-четыре сыра мацони, мазерати, моцерелла, вот эти вот все виды сыра итальянского, французского, скажем так. Наверное, вам показалось. Плюс еще ваш шеф-повар. Да мне не показалось, я вкус спермы с детства знаю, поэтому меня не обманете. Ну вот, поэтому давайте не будем уже усугублять усугубившую ситуацию, которая уже накалилась. А? Шо? Шо, шо, шо? Шо, шо, шо? Продолжение следует...